Музыка Полагаю теми кредствия массовой информации, которые представлены присутствующими здесь на живете. Музыка Я отвечаю за три газеты «Народная правда», «За рабочее дело» и «Правда труда». Виктор Акадьевич, я думаю, с удовольствием возьмет все эти материалы, которые будут присланы в газеты «Трудовая Россия», наверное, еще «Вечерний Минград», еще что-нибудь придумать, если будет мало места. Я что хочу сказать, что я думаю, что обмениваться по электронной почте хорошо, это будет между нами обмена. Так ведь всякие связи и контакты установлены хорошо. Я хочу сказать, что я как редактор сейчас для себя выяснил, что если мы напечатаем все резолюции, уже это будет хорошо. Но если будут заметки тех, кто выступал, и тех, кто не выступал, но хотел бы сказать, и даже не обязательно есть числа тех, кто присутствовал, мы их регулярно будем публиковать. В таких вот случаях, чтобы пришла по такому серьезному вопросу заметка, и что мы ее не публиковали, не было, я думаю, не бывает и не будет. Поэтому, может быть, это не так просто, конечно, сформулировали это, писали. Но я думаю, это было бы очень полезно и нужно. Поэтому я обращаюсь, прежде всего я с имени вот тех трех газет, которые я отвечаю, которые я назвал, я думаю, вы тогда еще присоединяйтесь, да? Потому что если в нашем издании будут присланы соответствующие материалы, то мы их опубликуем, поэтому мы очень просим с этим обращаться. Это вот первое. Я думаю, вопрос понятен, и все зависит прежде всего от членов нашего российского театра рабочих здесь присутствующих. И это трудная задача, и хотелось бы, чтобы мы ее смогли решить. Потому что это нужно в интересах, ну не тех, кто здесь присутствует, в интересах всех наших работников, в интересах рабочего класса России. Потому что очень трудно людям найти действительно материал в себе в поле. Очень трудно. И кроме всяких медальских рекомендаций и резолюций, нужно еще и живое слово совершенно конкретных живых людей. Я прошу присылать свои материалы с фотографиями. Фотография, материалы будут, фотография публикованы. Чтобы человеку свои слова отвечал, чтобы было видно, что этот человек отвечает, знает и рассказывает, к нему можно обратиться. И тогда у нас будет то, что нужно для успеха и для расширения. А чем шире будет это распространяться дело, тем труднее будет кого бы то ни было в одиночку задавить. Потому что я думаю, что это вот сейчас, это очень немаловажная задача. То есть, если раньше мы говорили, что нам было качество, качество, нам не важно, там много, мало, либо качество было. Потому что для нас сейчас очень важно, чтобы было количество. У нас было много крепких профессиональных организаций и много боевых таких организаций, которые прошли хорошую школу. Тогда мы все сможем выставить и смогут выставить наши товарищи по одиночке. И наоборот, если будет узок круг товарищей, который делает хорошие договора, найдутся средства, с помощью которых можно того придушить, этого придавить, этого запругать и так далее. Всякие есть для этого средства. И некоторые товарищи не выдерживают. Ни приуреи не приезжают. То есть тут всякое может быть. Второе, что я хотел сказать, и оно очень похоже на то, что я только что сказал. Значит, естественно, против средств массовой информации, которые поддерживают те позиции, которые защищает Российский комитет о работе, тоже ведется соответствующая работа. В том числе она ведется и против тех средств массовой информации, которые я представляю. Например, бывший главный редактор «Народное право» Тайдалбов, он под уголовным делом находится уже 4 года. Прилякнули уголовное дело, и только вот в этот понедельник, когда уже все сроки давности прошли, и когда мы применили все возможные средства защиты и тактики, вот теперь мы, вроде, дело сворачивается к тому, что будет дело закрыто за отсутствием состава преступлений. Раз, значит, я, главный редактор «Народное право», хочу сказать, что у нас 26-го числа, 26-го числа, да, но я уже не говорил о том, что Степашин пытался уголовное дело в отношении меня, художник Римбушина Владимировна, вот, за то, что мы его, так сказать, не так нарисовали, так сказать, как он считал можно. Ну, он перепутал статью и там написал статью за изнасилование, по-моему, все, Бухин написал в Москве сразу, завтра, что вот, значит, главного редактора «Народное право» привлекать изнасилование Степашин. Как это значит? Было другое, это, что припитал нас в прокуратуру, после выборов нас тягать, но я применил тоже такую тактику, очень короткую. Сначала послал одного зама казенного, потом, когда, а прислал зам прокурора города. Потом, значит, послал первого заместителя отвечать, когда написал, и мне предыдущий главный редактор объяснил, что же ты сам-то пойдешь, а когда тебе прокурор города напишет, то тогда ты будешь отвечать, а пока сам. И нам представление написали, что мы удовлетворили ответы этих факторов, которые приходили, когда мы написали, что мы провели собрание, что инструктаж провел юрист, как надо не нарушать законы, и что первому заместителю, главному редактору, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, Фетисову Борису Павловичу, объявлен выголовник и подпись под этим делом. Первый заместитель главного редактора – Фетисов. И я тоже так оттуда. Вот. Ну вот тогда, значит, тут есть другая долг, нас начали душить чайными экономическими вещами. Значит, дорогой Греф у нас, например, отличился тем, что он перевелся мрот, арендную плату, на доллар. И поэтому, пока доллар рос, значит, росла наша арендная плата, не поднял по часам. Николай фон, само собой, все повышал. Значит, до росла до 30 тысяч, и вдруг стал доллар падать. Они говорят, пишут, договорят, что, а если? А в случае необходимости условные единицы устанавливаются независимо от доллара. И сейчас условные единицы, в которых рассчитывается арендная плата, 31.50. То есть доллар падает, а у них... Вопрос как раз в тему туда. Что у вас с помещениями? Я и рассказываю. Значит, пока нас пытались вот так. Тем не менее, мы изворачивались под разными всякими предлогами. И тут многие присутствовали, и все, кто помогал. Всем, чем мог. Газете. Блок до того, что даже, так сказать, нам эти самые телефонные карточки, некоторые товарищи, народные милиции, приносят. И я вот снабжен целый набор. Могу позвонить во всей города бесплатно. Так что и другие наставали. Так что вроде с этой стороны нас не смогли съесть. Вот, в том числе и при поддержке и Портового комитета, за что я говорю спасибо. И там, и Виктор, конечно, участвовал в том, чтобы тут мы праздновали там 7 ноября и за публикацию материалов международных к этому самому государственному празднику тоже. Сказать, нам помогли финансовым и так далее. И вот теперь зашли с другого боку. С 26 мая с нами не заключают холестинный догад. С нами не заключают арендный договор. Значит, ну, прислали хамскую бумажку, решом прислали ее осенью. Выметайтесь, ну, то есть, освободите помещение, передайте на баланс. Все, никаких разговоров там, всегда один. Начальник агентства флугий Центрального района Крупник. Ну, вы знаете, нас так просто не выгодишь. Мы, естественно, среагировали так, что ему написали, задвезли письмо, что у нас преимущественное право аренды, что мы здесь уже 10 лет, и что по закону мы имеем право и так далее. Вот, что-то вообще так не разговаривали с газетами, и что газеты еще никто не выиграл пока. Вот, и я пошел с ним поговорить, и он говорит, ну, это мы пошутили здесь, мы же вас не выгоняем, но вы ищите. Вот, я ему сказал, ну, вы ищите, нам еще ничего не пока не предложили. Вот, и я тоже говорю, просто так мы написали, но отсюда-то мы не уйдем. Ну, после этого у нас такая идет тяжба. Сначала мы перешли в режим газеты, которая на неопределенный срок. То есть мы платим, арендного договора нет, он считается заключенным. По факту, этот срок кончился, потому что договор, я скажу, через месяц, если они заявляют, они не согласны. Потом, значит, наши товарищи из всех краев, от Владивостока, включая, так сказать, Камчатку и все, какие у нас есть организации, включая здесь присутствующие, написали. Сначала одному, РИО-губернатору, потом губернатору, они там замучились пачками, отвечают на эти письма, ходят. В общем, нас по этому не трогают, и мы проехали самое страшное. Когда у нас пришли, для этого Ашкирка выкинули, а потом мы посудились и догадались, что мы правы. Но уже не было этого помещения. Так что я очень благодарен всем товарищам, которые подкликнулись и написали соответствующие письма, телеграммы. Но уже и задали депутату Шейнову, стала наша новая губернаторша отвечать. Они так и сече, они плохо платили. А плохо платили, мы один день задержали, один квартал задержали, из 20. Задержали, наверное, 15 дней, хотя мы платили за 3 месяца вперед. А по гражданскому кодексу считается существенным нарушением договора. Если мы наносили какой-то ущерб, с другой стороны, какой ущерб мы и нанесли, если мы еще не пользовались, уже заплатили вперед. За 3 месяца мы уже задержали на 19 дней по сравнению с 10-м числом. Ну и в этом смысл, наверное, закона о государственной поддержке средств массовой информации, ну невозможно платить по их цифрам. То есть мы должны платить, если не по льготной цене, а по полной ставке 300 тысяч кварталов. А льготная ставка означает, что все за год на 10-е. Они пытаются теперь такую тактику ввести. Хорошо, мы с вами заключаем договор. Уже написано, пожалуйста, заключайте. Но по полной. А с льготами нет. Ну вот, мы начали судиться с ними. Подали в суд. Думаю, лучше мы подадим, чем на нас. Подадут на выселение. Подали в суд. Подали в суд. Значит, после дня у нас была проблема доказать, что они получили от меня подписанный уже договор, который мы прислали. Это мы доказали. Да, представитель комедии. Да, у нас есть Михаил Васильевич с вашей подписью. Все, живет. Но мы не знаем, как к нам попал. И работник, который был, ушел. Ну вот, мы нашли еще один пункт во всем законодательстве, который называется аферка. Что нам пригласили, я подписал. Значит, мы сразу согласили. Значит, договор считается заключенным. Вот будем переводить в суде. У нас суд 12-го числа считается его заключенным. Потому что обязательно заключить невозможно. Нет такой нормы в законе. Преимущественные права у нас есть. В другом из дадут. Мы можем на себя как-то сиськи пересут. Но по той, так сказать, стакте, по которой будет. Они под 30 тысяч найдут, с кем заключить. И мы не захотим даже на себя переводить в суде. Вот такая ситуация. В этой ситуации, конечно, все будет зависеть от того, как все будет вести администрация. Что касается комитета по печати, вот мы будем заниматься позитивной политикой нашей поддержки. В целом, тот, который был, значит, новый комитет по печати во главе с Манилой как-то спросил от нас документы. И так сказать, ничего плохого не написал. Но ничего хорошего пока тоже не написал. Ну, по крайней мере, не вредит. Но прошлые материалы от его подачи были в нашу пользу. Поэтому все будет зависеть от того, насколько мы нейтрализуем активность администрации, которая, конечно, через куди действует. И вообще у них планы. Постепенно двигаем всех из центра города. То ли иностранцам отдать, то ли ингрессантам. Короче говоря, для рабочих не должно быть местных. Для рабочих зданий, если они в центре города. Чтобы они могли в какой-нибудь загаулок ехать на окраину после работы, и если их найдется, в центре города. Ну вот, собственно, ситуация на сегодняшний день очень непростая. Ясно, что мы сразу теряем на известный период издания трех газет, потому что там долго вымываясь, если вдруг нам придется перемещаться. Будем иметь такие финансовые потери, после которых неизвестно, как мы... Как только мы будем в долгах, нам, значит, сразу принесут штрафы, как только мы заплатим штрафы, начнутся санкции, увеличения. И, в общем, это ситуация такая, которая называется давление. Не просто давление, а проследование газетами, сажение и так далее. Ну, пока, я думаю, что мы можем сделать сегодня. Сегодня я бы вот обратился, вроде бы рассмотреть вопрос о том, чтобы на имя президента написать письмо, которому, так сказать, надо намекнуть на то, чтобы товарищи профсоюзные рабочие организации обращались по поводу защиты народной правды к губернатору Матвенка, но как-то вопрос до сих пор не решать. То есть не то, чтобы на него нажаловаться, но как бы так объективно объяснить, что вопрос-то не решен, а просто решать надо. Иначе будет социальная приженность. А это нам не надо. Вот, совершенно так сказать, нашему работодателю объяснить, что вот хотелось бы вот в условиях нашей действительности не создавать лишних социальных, у нас и так много, для этого по-разному не будет. Проект я знаю, что вовремя сообщение. То есть из предложения от заседания, что вы направили? Нет, я думаю, что по поручению заседания просить Дмитрия Васильевича оплатить письмо. Вот так, чтобы нам не надо было постановление принимать. Поручение Дмитрия Васильевича оплатить письмо, а тех, кто нам согласовывает, ее предпочитать. Глава Васильевич, а вот, предположим, если бы они вас сейчас пригласили на комиссию заключать договор с судами, да? Да. Вы бы пошли сейчас или в судебный? Пошли его. Вот, что я хочу поделиться, вот, с того, там. Ну, в аналогичной ситуации были, да? Игорь Аркадьевич. А это, в данном случае, частные вопросы, вопрос, в честь Дмитрия Васильевича? Ну, в семьдесят. Да, в семьдесят. Михаил Васильевич, Да. Значит, в чем надо бдительность усилить? Да. Находясь в аналогичной ситуации, считая, что у нас по факту заключен договор, да, вот, нажимая на эти педали по гражданскому кодексу, значит, мы, в конце концов, подписали проект с тем же Кругликовым, и были приглашены на, значит, заседание Куги в Смольной. Значит, я сам не приехал, значит, в том числе мы там переговорили с исполнителем, где, да, чего вам тут депутаты ехать, вроде тут все это самое, все намазивши и так далее. И действительно, ну, на Куги они очень быстренько обсудили вопрос до нас, пригласив только наших представителей на минутку. Вы знаете, мы со всеми сейчас на год, потому что у вас были также неплатежи, задержки, там, 3-10 дней на год. Вот, по факту мы вляпались в это на год, и на год они сейчас подписали, прислали, но есть два фактора. Первое, через год они могут все процедуры соблюсти по расторжению и, ну, так сказать, не допустить проволоку. А во-вторых, они от правительства внесли новый проект закона об аренде площадей, который уже находится в ЗАГСе. И там они действительно главной целью имеют освобождение центра. И круглых, не потому что он мерзается, у него задача стоит, у него цифры там, то-чего. Ему в центре надо выжать и центра столько-то там условных единиц, в год и он выполняет. Да, просто заслушать и отвердить, принять. Принять, мы слушаем, послушать, писать не надо будет, но надо будет принять, твердить. Президенту Российской Федерации, Дмитрию Путину, копия губернатора Санкт-Петербурга, В.И. Матвиенко. Уважаемый Владимир Владимирович, ряд рабочих, профсоюзных организаций обращался к губернатору Санкт-Петербурга, В.И. Матвиенко, в связи с тем, что с Российской общественно-политической газетой «Народная правда» не заключается арендный договор на условия с проекта, направленного редакцией, Комитетом по управлению госимуществом, еще в марте 2003 года. Считаем, что угроза решения редакции помещения и нанесения ей финансового ущерба, вопреки законам поддержки следственной информации, это давление на газету, освещающую проблему рабочего профсоюзного движения и поддерживающую созидательные процессы в России. Просим Вашего содействия в решении этой проблемы, чтобы не создавать ситуацию социальной напряженности. По обращению Российского комитета рабочих председатель РТР, токарь настощил Солена Красная Сорбова, Д.В. И.ГУШ. У меня вопрос. Михаил Васильевич, а не стоит указать все издания? Что пишет? Догер, народная... Работа не стоит. Нормально арендует? Народная правда? Народная правда. Как так? У вас еще и... Три раза добавили? Да, с каждой газеты там потребуется. Вот такой текст. Еще замечания есть, Павел? Нет. Не замечали, Павел. Уточнение. Уточнение замечаний. Нет. Какие будут предложения? Принять. Принять и поручить... Поручить и поручить... Пописать и отправить. Напечатать. Пописать и отправить. Рукопашную. Хорошо. Пописать и отправить. Кто за такое предложение? Хорошо. Опустите. Против? Пописать и отправить. На Волге широкой, на Стрелке далекой, лутками кого-то зовет парагон. На Волге широкой, на Стрелке далекой, в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей наглядной, пришел объясниться хороший дружок. Вчера говорила, наверху олюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Вчера говорила, наверху олюбила, а нынче не вышла в назначенный срок. Свидание забыто, над книгой раскрытой, склонилась подруга в окне золотом. До утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. Ох летние ночи, буксиром ночи волнуется парень и хочет уйти. На девушек краше, чем в сорман и нашим, ему никогда и нигде не найти. А завтра у входа родного завода влюбленная парочка встретится вновь. И скажет немало, я книг прочитала, но нет еще книги про нашу любовь. И скажет немало, я книг прочитала, но нет еще книги про нашу любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok